Я посредник выразительности на службе, происшествия и случаях. Я посредник выразительности на службе, происшествия и случаях. Не знаю, кто это сказал, но сказано хорошо, когда познали, из какого ссора растут стихи. Да, в случае он огромную роль играет в жизни, а кто сказал, не знаю. Ну как, это один из ваших ориентиров? Фрэнсис Бекон, экспрессионист. Дело в том, что я как раз мало читал его текстов. Я только знаю другого Фрэнсиса Бекона, который писал вместо Шекспира. Дело в том, что у меня есть альбомы Бекона, но там английский текст у меня с английским не очень, я как-то не вчитывался. Но Бекон, да, эта фигура уникальная, я считаю, и очень важная для нашего времени. Это человек, который, в принципе, очень убедительно спасает, скажем так, живопись на холсте. По сравнению с кучей всяких разных инсталляций его картины, просто убойно действует до сих пор и по цене, и по качеству. Честь ему и хвала за это. Вообще, для меня это было имя незнакомое. Но я, правда, в живописи не разбираюсь вообще. А почему он все еще остается для вас каким-то маяком? Дело в том, что не только он. Это одно из последних мощных имен. То есть, он совсем недавно ушел. А есть и ныне живущие. Мне это очень нравится. Батера, допустим. По-моему, Фукс до сих пор работает. Это тоже классные мастера. Но дело в том, что в искусстве есть такие моменты, которые не связаны с чем-то красивым украшательством каким-то. Ведь художники, они разные ищут. Одни ищут красоту, другие ищут истину. Или какое-то особенное напряжение красоты в безобразном. Вот Бекон именно тот художник, который просто на какой-то грани работал. То есть, на самом деле, это страшно. Но это страшно, как любая дистанциональная проблема. Это страшно, как смерть. Это страшно, как жизнь. Это диапазон. Поэтому Бекон, конечно, он честный художник. Он честный до конца. И он мастер. Его цветовые соотношения, его искривленное пространство. Это все очень убедительно. Очень убедительно. Это действует. Вообще трудно вырваться от того, что вас ранивают. Это похоже на этого художника. Это на Перасмане. Это на Матисса. Это на Андали. Это на Пикассо. Вообще от этого надо. А где вы? От этого надо. Это ведь сравнивают. Дело в том, что сравнивают критики. Художник знает, где он похож на себя. И он к этому идет. Меняются периоды, меняются. Я когда-то писал сюэлистические картины в такой классической манере. Потом я перешел на экспрессионизм. И вот в нем-то я себя и нашел. И по крайней мере я счастлив тем, что люди узнают мои картины по почерку. Уже. Это меня очень радует. Было несколько историй совсем недавно, когда люди узнавали просто мои картины без подписи. Им не говорили, кто это. И они вдруг понимали, что это я написал. Это здорово. Где они их нашли, эти картины? У моих друзей. То есть к моим друзьям зашли третьи друзья. Какие-то еще их друзья. И кто-то что-то слышал. И кто-то что-то увидел. И сказали, опаньки, да тебя это вот. Вот это то самое. Конечно, сравнение оно не радует. Оно у меня как бы... Дело в том, что если меня сравнить с десятью художниками, это уже хорошо. Значит, я не похож ни на одного. Правильно? Если бы упорно стали говорить, что я похож, допустим, на того-то, на того-то. Но это было бы совсем плохо. Да и художник он вообще, ну как бы вам сказать. Стиль он приходит... Он либо приходит, либо не приходит. Вообще. Вот та манера, в которой ты можешь себя выразить полностью на сто процентов. Она либо есть, либо ее нет. Это все постепенно возникает. Тут лежит ваш каталог. Мне понравилась вот эта картина. Чем-то похожая на Дягилева, я не знаю. Двадцатые годы. Да, это мотив именно такой. Экспрессионизм. Да, это экспрессионизм. Это... Я почему и люблю экспрессионизм. Потому что он родился в то время. Он родился в Германии. Я вот могу вам показать картину, которая ушла в Мюнхен. Вот. Вот она. Когда я ее писал, я в принципе думал... Еще раз покажите. Ага. Она называется подарок для олигархов. Ну тут собственно мысль была простая. Она была такая немножко ироничная по отношению к реальной действительности. То есть я изображал как бы, может быть, условного своего заказчика, большого любителя женского пола. И как бы... И все. И только это. Но, когда ее увидели в Германии, это именно их и потрясло. И потом они в письме написали... Эта картина она в Европейском университете в Мюнхене. Они написали, что эта картина выражает их понимание того, что происходит в России. Я был так потрясен. Они сказали, что эта картина именно о противоречиях свободы, которые обретаются в нашей стране. Это, конечно, круто, но совпадает. Совпадает. То есть я это хотел сказать, а они это увидели замечательно.